Всем привет! С вами Айка и сегодня у нас распаковка сайта Шейн. Точнее, я уже все вещи постирала, погладила, немножко поносила и теперь могу вам рассказать о своем полноценном отзыве об этих вещах. Раньше я сразу открывала и показывала вам, но потом я обратила внимание, что после стирки, после носки некоторые вещи деформируются, портятся, что-то происходит с ними, поэтому лучше сначала стирать, гладить, одевать, а потом уже рассказывать вам. И давайте приступим. Первое, что я вам хочу показать, это то, что я показывала в инстаграме и вы очень-очень оценили. На этой истории в инстаграме было столько реакций, сколько не было никогда, поэтому я поняла, что этот костюмчик просто запал вам в душ, но я могу сказать, что я такого же мнения, что и вы. Мне очень понравился и не только внешне, мне очень понравилось качество, как сделаны швы, все прострочено просто идеально, сидит обалденно. У меня размер XS. Я вам обязательно каждой модели буду говорить размер и в инфобоксе оставлю свои параметры, чтобы опираясь на них вы могли ориентироваться, что заказывать вам. Возможно, у вас такая же фигура, как у меня, поэтому заказывайте XS. Еще, если вы хотите сэкономить на Шейн, вы можете использовать мой промокод АйкаЭмили и получить дополнительную скидку в размере 15%, даже на скидочные товары. Получается почти бесплатно. Если что, пользуйтесь. Также здесь есть пиджачок, который расстегивается и застегивается. На самом деле, я очень долго сомневалась, думала, может, стоит взять S, а потом все-таки решила взять XS и не прогадала. Все вещи, которые я вам покажу, все в размере XS. Единственная последняя блузка, но она мне не понравилась, и она в размере S. Чуть позже ее тоже обязательно покажу. Этот костюмчик можно носить как и весной, так и летом. Если вы вечером куда-то выходите, можно накинуть пиджачок и юбочка. Класс! В общем, этому костюму я могу поставить 5 из 5, и стоит он абсолютно недорого. Вторая вещь, в которой я была сегодня, когда мама впервые увидела эту юбку, мама просто начала угорать. Что за хрень? Зачем тебе эта юбка нужна? Смотрится ужасно. В общем, мама начала меня критиковать. И сегодня мы с мамой гуляли, выбирали мне пальто. Я была в этой юбке, и вы не поверите, вот клянусь вам. В трех разных магазинах у меня спросили, где я купила эту юбку. И самое главное, мама поняла, что эта юбка крутая. Самый главный плюс в этой юбке, этого плюса нету в большинстве вещей на любых сайтах. Эта юбка сидит идеально на тонкой талии. Если у вас такая же проблема, как у меня, сейчас могу продемонстрировать эту проблему. Вечная проблема. Вот любые брюки на бедрах сидят хорошо, а вот здесь у меня болтаются. То же самое касается и юбок. Я просто не знаю, на кого это шьют. Посмотрите, вот здесь поместится у меня еще одна рука, и вот еще одна рука. Это еще новые джинсы. Здесь такой проблемы нету. Идеальное соотношение бедра и талия. Прям село как надо. Ни миллиметра, ни туда, ни сюда. Если у вас тоже талия 60-63 сантиметра, то вам идеально подойдет XS. Что касается вопросов про талию. У этих брюк та же самая тема. То есть в талии они очень узкие. И девочке, у кого тонкая талия, подойдет просто идеально. Я тоже взяла размер XS и села прям идеально, как будто для меня шили. Но если честно, эта моделька немножко слишком откровенная для меня. Мне не очень комфортно в этом ходить по улице. Не знаю, как вам. На фотографии мне казалось это более-менее скромно. А когда я наделала на себя и посмотрела в зеркало, я поняла, что я в этом так ходить не смогу. Поэтому я буду носить эти брюки с длинной кофточкой. Но не совсем с туникой. Просто, чтобы эти разрезы были видны не на 100%. И еще плюс очень скромная надпись. Конечно же, Айка, когда заказывает одежду, не смотрит, что там написано. Не читает, не переводит. Ну да ладно. Ну а так материал обалденный. Здесь вот такая вот заклепка. Можно сделать потуже, а можно сделать пошире. То есть две такие заклепки. Мне все нравится. У этих брюк также был топик. Он продавался отдельно. Я решила топик не брать. И сейчас я понимаю, что правильно сделала. Потому что с этим топиком эти брюки я бы не смогла носить. Давно я себе хотела кроссовки. Но я решила не покупать самые дешевые кроссовки на шейн. А решила взять такие более-менее дорогие. Эти кроссовки, если я не ошибаюсь, стоили около 40 долларов. И они идеальны. Я думаю, хорошо, что я не заказала за 20 долларов. Потому что качество существенно отличается. Офигенное качество. Я взяла в размере 38. Обычно я ношу 37. Но они мне чуть-чуть большеваты. Но я думаю, возможно, даже хорошо. Я буду с носочками летом носить. Или зимой там с теплыми носочками. Но посмотрим, как карты лягут. Цвет обалденный. Швы все ровные. Они смотрятся очень дорого. И они плюс очень тяжелые. Как раз сейчас весна. Мне кажется, на весну самое то. Не знаю, как вам. Но мне больше нравятся вещи заказывать. Вот мы сегодня с мамой сколько ходили по магазинам. Пытались найти для меня идеальное пальто. Я столько времени потеряла. Я потеряла абсолютно весь день. За этот день я могла бы снять кучу видео. Порисовать бумажные сюрпризы. Что-то смонтировать. Просто отдохнуть. Посмотреть сериальчик. Поэтому я люблю заказывать. И потеряв весь день, я не купила ничего. Представляете? Предпоследняя вещица, которая мне не очень понравилась. Но мне кажется, здесь косяк как раз таки в размере. Дело в том, что в области груди вот эта штучка. Она немножко болтается. Но дело в том, что сзади я вот так вот беру, затягиваю, завязываю. А здесь ничего невозможно сделать. Дело в том, что просто размер большой. То есть я взяла в размере S. А мне надо было XS. Вообще вещи Shane не сравнивайте ни с каким Алиэкспрессом. То есть здесь идут размер в размер. Если вы обычно в других магазинах покупаете XS, здесь тоже надо заказывать XS. Ткань тоже очень приятная. Но после того, как эта вещь мне пришла, я поняла, что это не совсем мое. Но я думаю отдать швее и немножко, чтобы она вот эту штучку сделала повыше. Чтобы все не болталось. А так на будущее не заказывайте слишком большой размер. Вообще весь мой заказ был сделан, потому что у моего дверного брата родился ребеночек. И у нас так принято, что мы празднуем 40 дней. И в общем на 40 дней я не знала, что надеть. И мне нужно было платье. И именно из-за этого платья сделан весь этот заказ. И платье выглядит вот так. Честно, мне оно очень понравилось, потому что оно такое плотненькое. Платье состоит из разных элементов. Очень много здесь всего сделано. Мне это платье очень понравилось. Единственный такой косяк, здесь немножко открыта грудь. Но я снизу, наверное, буду надевать топик. При заказе я не обратила внимания на это. Платье короткое. Можете посмотреть, как на мне оно смотрится. У меня рост 1,68 м. Если у вас рост выше, я думаю, что у вас это будет уже критично коротко. Хотя, девочки, мы с вами все разные. Все носят по-разному. Возможно, вы можете себе позволить такую длину. Но для меня вот это вот как раз. Платье очень хорошего материала. Очень необычный здесь рисуночек. Ручки сделаны очень красиво. Видно, что платье не дешевое. Оно из серии Shane X. Как раз таки в этой серии очень качественные вещи, но чуть-чуть подороже, чем все остальные. Еще один существенный плюс, о котором я хочу вам рассказать. Вот эти вот пуговицы очень плотно застегиваются. И самое главное, когда вы садитесь и встаете, эти пуговицы не расстегиваются. То есть, через эти пуговицы ничего лишнего не видно. Возможно, я буду снимать для вас влог, когда мы будем праздновать 40 дней. И мильчику я буду в этом платье. Вроде бы, как бы все показала. Также в инфобоксе обязательно оставлю ссылки на другие мои видео, на другие распаковки. Возможно, оттуда вам тоже что-то понравится, приглянется и вы закажете. И обязательно ссылки на все товары будут внизу. Переходите, заказывайте. Вот что-что. Уверена, что первый костюмчик точно вам приглянулся. Уже знаю по своему инстаграму. А вы не забывайте туда подписываться. На этом все. Всех люблю. С вами была Айка. Пока!